Я Андрей. Привет. Многие из вас спрашивали, есть ли у нас YouTube-канал. И мы наконец решили его создать. В этом выпуске вы узнаете, сколько планет может быть обитаемыми, есть ли жизнь в нашей Солнечной системе, существуют ли звездные системы, похожие на нашу. Роснаса Спейс. На протяжении всего времени цивилизации, которые могли бы существовать, задавали знакомый нам вопрос. Одинокие ли мы? История эволюции нашей планеты дает нам надежду на то, что жизнь может быть распространена по всей вселенной. После 4 миллиардов лет изоляции мы, наконец, начали искать своих сородичей в космосе. Где вода, там и жизнь. Поэтому вероятнее всего ее обнаружить в номерах, подобной нашей Земле. Наш поиск планет земного типа только начался. Последние данные дают основание полагать, что около 25% всех звезд имеют каменные планеты с орбитами в зоне обитаемости, нужном расстоянии для образования жидкой воды. Только в одной нашей галактике Млечный Путь находится более 50 миллиардов звезд, подобных нашей Земле. Во всей Вселенной же возможное количество обитаемых планет ошеломляет. Представьте, что каждая вспышка — это планета, похожая на Землю. Вам придется наблюдать эту анимацию более миллиарда лет, чтобы рассмотреть каждую из них. Каждая с такой же уникальной историей, как у Земли. Экзопланета — это планета, которая находится вне Солнечной системы. Одной из таких является Кеплер 1649C. Ее открыли 15 апреля 2020 года. Она находится на расстоянии 300 цветовых лет от Земли и всего в 1,06 раза больше нашей планеты. Кроме того, количество света, которое эта экзопланета получает от своей звезды, составляет 75% от количества света, которое получает Земля от нашего Солнца. Это означает, что температура экзопланеты может быть схожа с температурой на нашей планете. Кеплер 1649C находится в обитаемой зоне, но из-за недостатка информации об атмосфере неясно, сможет ли она поддерживать воду в жидком состоянии на своей поверхности. Помимо экзопланет, похожих на нашу Землю, есть целая звездная система, схожая с нашей Солнечной. Многие из планет были открыты транзитным методом. Представьте, что апельсин — это планета, а прожектор — это звезда. Апельсин проходит перед прожектором, подобно планете перед звездой. В момент, когда вращающаяся планета проходит между своей звездой и Землей, происходит частичное затмение светила. Если такое затмение обнаруживается через регулярные интервалы и длится фиксированный промежуток времени, то весьма вероятно, что этот объект является планетой. Если известен размер звезды, то любое уменьшение яркости может дать достаточно точную оценку размера этой экзопланеты. 22 февраля 2017 года НАСА объявило об открытии семи планет у звезды Трепест-1. Все они по размерам схожи с Землей. Большинство из них находятся в обитаемой зоне. Каждый из этих миров может обладать запасами воды на своей поверхности. Существует вероятность, что дальнейшее изучение этой уникальной системы может выявить на ней условия, подходящие для жизни. Детальное изучение этой звездной системы в феврале 2018 года позволило предположить, что некоторые из них могут содержать гораздо больше воды, чем океаны Земли. На планетах, расположенных близко к звезде, в виде водяного пара в атмосфере. В виде жидкой воды на планетах в обитаемой зоне и в виде льда для планет, расположенных на большом расстоянии от звезды. На данный момент Трепест-1 является одной из самых известных звездных систем, похожих на нашу Солнечную. Продолжение следует... Эти далекие миры дают нам надежду на то, что вторая Земля с возможной на ней жизнью может находиться на ночном небе среди звезд, ожидая, когда ее найдут. Но вернемся в нашу Солнечную систему. Возможно, жизнь есть и неподалеку от нас? Жизнь на Земле основана на водно-углеродной основе. Для такой жизни необходим температурный режим для поддержания воды в жидком состоянии. Поэтому именно на это обращают внимание ученые при оценке возможностей жизни на том или ином небесном теле. А на каких объектах в Солнечной системе жизнь могла бы существовать в той или иной форме? Из всех планет Солнечной системы только на Марсе возможно существование жидкой воды. Есть небольшая вероятность, что жизнь на Марсе может существовать в виде простейших бактерий. Если рассматривать еще и другие объекты, кроме планет. Один из крупнейших спутников Юпитера, Европа, может быть один из лучших шансов в поисках жизни за пределами Земли. Но почему Европа вызывает у всех такой интерес? Как показывают исследования, под поверхностью Европы находятся огромные океаны жидкой воды, в несколько раз превышающие по объему все количество воды на Земле. Эта вода периодически вырывается на поверхность в виде огромных гейзеров. Есть еще спутник Сатурна Энцелад, который во многом подобен Европе. Да, подобно ей он содержит под поверхностью огромный океан воды. Космический корабль Кассини Гюгенс обнаружил на Энцеладе в большом количестве углерод, водород, кислород и азон. Все ключевые составляющие земной жизни. Кроме того, были обнаружены многочисленные водяные гейзеры. Как думаешь, можно ли предположить наличие жизни на других планетах и спутниках, но в непривычных для нас условиях? Да, в качестве примера можно рассмотреть спутник Сатурна Титан. По размеру он превосходит нашу Луну. Кроме того, это единственный спутник в нашей Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу. Температура поверхности Титана в среднем составляет минус 180 градусов по Цельсию. Были обнаружены водоемы из жидкого метана и аммиака. Жизнь такая, какой мы ее знаем на Земле, невозможна на Титане. Но уникальные условия заставляют предположить возможность существования жизни, основанной на другой биохимии. Среди изобилий миров во Вселенной многие из них будут смертельно опасны для жизни, какой мы ее знаем. В зонах обитаемости найдутся планеты, которые задыхаются в ядовитых газах. Одни раскаленные, другие замерзшие. Им будет не хватать атмосферы, которая так важна для баланса температуры. Многие из них будут непригодны для жизни. Венера, возможно, способная ранее поддерживать жизнь, ныне стала совершенно стерильной под действием своей сокрушительно-токсичной атмосферы. Но, как мы теперь знаем, жизнь может быть обнаружена не только в зоне обитаемости. Далее от своей звезды спутники гигантских газовых планет могут быть скрытыми оазисами для жизни. Они получают энергию не от звездного света, а от гравитации, постоянного притяжения и отталкивания своей планеты. В одной только нашей галактике может быть 100 триллионов экзоспутников, в 100 раз больше числа планин. Некоторые из них могут быть даже размером с Землю, с атмосферами и водой на поверхности. С таким количеством возможных очагов жизни кажется, что и открытие — лишь вопрос времени. Андрей, а как думаешь ты? Сейчас мы рассмотрели нашу Солнечную систему, но существует много экзопланет, особенно газовые гиганты, которые могут иметь спутники, содержащие жидкую воду. Но мы говорим сейчас о примитивной жизни, а что насчет разумной? О разумной жизни еще говорить рано. Ученые пытаются найти хотя бы хоть какие-то признаки примитивной жизни. Но именно поэтому так важно найти внеземную жизнь в любом виде, потому что только тогда жизнь у Вселенной будет являться скорее правилом, чем исключением. Согласен. Но несмотря на десятилетия поисков внеземной жизни, на сегодняшний день нет достоверных данных о существовании ее в какой-либо форме. Так где же все? Неужели мы действительно можем быть одиноки? Может быть пространство просто слишком велико для установления контакта? Или, может быть, мы первые? Хотя мы еще не нашли жизнь, довольно скоро мы можем найти планету у других звезд, о которых сможем сказать. Мы видим потенциальные признаки обитаемости. Все это может произойти в ближайшие 10-20 лет. Разве это не захватывает дух? Мы стоим на пороге разгадки того, о чем люди гадали тысячелетиями. Одинокий элемент. И вот мы на грани того, чтобы это выписать. Переходите на наш сайт, ссылка будет в описании к этому ролику. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео. Это будет лучшей мотивацией для нас. И помните, космос не так далеко, как кажется. Всего в часе езды, если ваша машина способна ехать вверх. Субтитры создавал DimaTorzok